Ведущие эксперты обсудили актуальные проблемы. Сразу два острых вопроса задали приморцы на прямой линии с Владимиром Путиным. Больше всего жителей волновал процесс получения дальневосточного гектара. Многие уже подают заявки, но сталкиваются с техническими неполадками на сайте системы и загруженностью работников центра. Квалификация сотрудников, они не были готовы к этому. Многие на это не учились, им просто в приказном порядке. То есть спустили рекомендации сверху, необходимо было методическим рекомендациям, которые на 50-100 страниц, я из практики помню, нужно было в короткие сроки обучиться и работать. Они начали работать, как могли, так получалось, но вместо того, чтобы как-то усилить их, начались проверки, прокуратура, снимать глав, правонарушения и так далее. То есть в таких условиях людям намного сложнее работать. Отсюда и вот эта бюрократическая волокита и, соответственно, страдает в первую очередь жители. Также зрителям прямой линии с президентом запомнился видеозвонок от юного жителя Находки. Проблему выброса угольной пыли в этом городе пытались поднять еще год назад, но никаких кардинальных перемен с тех пор не произошло. На федеральном уровне проблему стали рассматривать только сейчас. Все ведь видели, что губернатор включился в проблему, то есть начал какие-то действия предпринимать. Совершенно верно, да. И, возможно, в Москве поняли, ага, губернатор включился, разберутся в проблемы, спустя определенное время тема закроется. Но тема не закрылась и действительно вот этот мальчик в эфире, он на самом деле показательный был, потому что это как крик о помощи некий был, потому что жители действительно задыхаются от пыли. Но главной темой разговора стал результат ежегодной премии «Люди года». В номинации «Человек года» победил Игорь Пушкарев. Впервые организаторы премии дали возможность именно жителям города самим проголосовать за номинантов с помощью СМС. Поэтому выбор стал действительно народным. То, что он стал «Человеком года», стало благодаря тому, что жители включились в СМС-голосование. Это не определялось где-то кулуарно, в закрытом характере. Интересно, интересно. Потому что там помимо Игоря Пушкарева были и другие политические деятели, депутаты Государственной Думы, местные политики. То есть тоже уважаемые люди, за которых также могли голосовать. Но все-таки вот тот резонанс, который по-прежнему сохраняется вокруг дела Игоря Пушкарева, я думаю, он сыграл свою роль. И жители все-таки решили поддержать таким образом своего... Но дело Игоря Пушкарева коснулось и его брата Андрея Пушкарева. Неделю назад состоялось заседание суда, на котором Андрею Пушкареву продлили домашний арест до конца сентября. Объяснили такое решение тем, что следствию необходимо завершить все технические процедуры. Человек, который пострадал, который перенес очень и переносит тяжкие операции. Человек, которому требуются постоянно какие-то медицинские процедуры, потому что там лицевая хирургия, это процесс, который требует времени и постоянности. И он оказался замешан в уголовном деле. И слава богу, что хотя бы в данный момент, в данном случае, наше правосудие проявило определенную гуманность, не отправило ее вообще за решетку. Но домашний арест уже сорвал несколько важных операций, в которых нуждается Андрей Пушкарев. Больше важных тем в беседе Андрея Калачинского с политологом Павлом Наливайко смотрите в полном выпуске. Ольга Продан, Андрей Макаров, Василий Косилов. Новости на Восьмом.